Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы вспоминаем Рождество Крестителя Спасова Иоанна. Были люди, которые были освящены Божьей благодатью еще в очреве собственной Матери. Во-первых, это пророк Божий Иеремия. Книга Иеремия, 1 глава, 5 стих, сказано «Прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Это Бог свидетельствует о том, что он осветил этого человека, то есть очистил его от всякой греховности. Также это сама Пресвятая Дева Мария, хотя она была зачата, как любой человек, и Православная Церковь учит, что на ней был первородный грех. Но так как она считается высший ангел, архангел, херубим, серафим и высший всех людей, значит, она тоже могла пережить освящение в очреве своей матери. И мы знаем, что когда архангел Божий Гавриил является к Деве Марии, Евангелие от Луки, 1, 28, он прямо говорит ей «Радуйся, благодатная». Более правильно, «Радуйся полной благодати, Господь с тобою». Возникает вопрос, когда она исполнилась благодати, и так как мы празднуем ее Рождество, значит, освящение ее происходило в очреве ее матери. И второе Рождество, которое мы празднуем, это Рождество Иоанна Крестителя. И это связано с тем, что он был освящен тоже в очреве своей матери. Про Иоанна Крестителя прямо сказано, 1 глава, 15 стих Евангелия от Луки, что он, Духа Святаго, исполнится еще отчего матери своей. Это было пророчество о нем. Поэтому только рождение этих двух людей, пресвятой Девы Марии и Иоанна Крестителя мы можем праздновать как настоящий религиозный праздник. Чисто теоретически можно предположить, что мы можем праздновать и Рождество пророка Иеремии, о котором прямо сказано, что он освящен был еще прежде своего рождения, но о нем мало что известно в христианском мире. Вот это очень важно усвоить. Таким образом, мы подчеркиваем исключительность трех людей. Это пророк Божий Иеремия, который был освящен и избран Богом отчьего матери. Это пресвятая Дева Мария, которая была освящена в отчеве своей матери, иначе бы мы не праздновали ее Рождество. И это Иоанн Крестителя, о котором прямо было сказано, что он будет освящен Духом Святым еще до своего рождения. И так как это произошло в жизни этих трех людей, это исключительное обстоятельство, то мы празднуем их рождение. Ну и, конечно, мы празднуем Рождество Христово, потому что рожденный от Девы Марии, святым наречется, и Христос, непорочно зачатый, на нем не было никакой тени или печати первородного греха. Были попытки отмечать Рождество святителя Николая, архиепископа Мерликийского, но в церкви эта традиция не получила продолжения, потому что у нас нет достоверных свидетельств о том, что он был освящен еще до своего рождения. И сейчас мы открываем Евангелие от Луки, где рассказывается о возвещении рождения Иоанна Крестителя и о том, как все это происходило. Евангелие от Луки, первая глава, с пятого стиха и ниже. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных». В этом отрывке с точки зрения Ветхого Завета заключается как бы внутреннее противоречие. С одной стороны, об этих людях сказано, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. А с другой стороны, сказано, что у них не было детей. В понимании ветхозаветных людей дети – это и есть Божье благословение. И когда Бог говорил, например, Аврааму «Я благословлю тебя», или когда Бог говорил Исааку или Иакову «Я благословлю тебя», имелось в виду, что Бог говорил «У тебя будет потомство». А здесь, казалось бы, люди ведут праведный образ жизни. Надо прямо сказать, что в Библии ни о ком не сказано, что кто-то поступал по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Нечто похожее сказано в 18 главе книги «Бытие об Аврааме», но там немножко иначе. Там сказано, что Бог избрал его, потому что он исполнял заповеди, уставы, постановления, и он научит своих детей всему этому. Имеется в виду, что Бог избрал Авраама, потому что Авраам должен был быть основателем святой и праведной семьи. Только поэтому Бог его избирает. А здесь люди, которые более чем заслужили такого благословения, как дети, но у них детей нет. Почему? Блаженный Феофилакт предлагает такое решение этой проблемы. Он учит. Многие святые люди родились от пожилых родителей. И для этого есть несколько причин. Одна причина. Такие дети являлись плодом длительных молитв. То есть это были намоленные дети. Это были вымоленные дети. И другая причина. Святые рождались от пожилых родителей. Имеется в виду, что если бы святые зачинались бы от молодых родителей, то им сообщалась бы страстность молодости через эту горячую кровь. А так как они зачинались от пожилых родителей, то страстность молодости не передавалась. Потому что древние считали, что кровь пожилых людей она менее горячая. И те, которые рождаются от них, они менее склонны к какой-то страстности. Поэтому вот эти две причины они вполне объективно могут разрешить это противоречие. Почему таких праведных людей, которые поступали беспорочно по всем заповедям Божьим, не было детей. И мы читаем, «Однажды, когда он, то есть Захария, в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. И тогда явился ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился и страх напал на него. Ангел же сказал ему, «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Вот причина единственная, почему мы празднуем Рождество Иоанна Крестителя. Он прошел освящение до своего рождения, иначе бы его рождение без этого было бы греховным актом, как Давид восклицает, «Беззаконие зачатия во грехе родила меня мать моя, и мы не могли бы праздновать его Рождество». Но здесь говорится, что он переживает освящение от Духа Святаго, Духа Божия еще в очреве Матери. Не просто освящение, и Духа Святаго исполнится еще от чрева Матери Своей. Ну, а так как Дева Мария выше всех пророков, апостолов и святых, то тем более она, конечно, была преисполнена Духа Святаго. Хотя в православной традиции мы наставим на том, что само зачатие Девы Марии было обычным путем, и она нуждалась в освящение именно потому, чтобы стать совершенно очищенной до своего рождения. И далее ангел свидетельствует пророчески об Иоанне, и многие из сынов Израилевых, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред ним, то есть пред Христом, в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Здесь мы видим как бы пророческую отсылку книги пророхка Божия Малахия, 4 глава, 6 стих, где было предсказано, что именно такие действия совершит предтеча Господь, когда придет в духе пророка Ильи. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар и жена моя в летах преклонных. И далее мы слышим ответ ангела. Ангел сказал ему в ответ «Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благоествовать тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Почему такая строгость? И Захария, этот непорочный во всех отношениях человек, как мы о нем прочитали в начале Евангелия от Луки, наказан нематою. Потому что со своих избранных, таких праведных и святых, как Захария, как Моисей, как Авраам, Бог спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. Это очевидная истина. Мы знаем, что боговидец Моисей не вошел в землю обетованную, потому что был момент, когда он повел себя неправильно у горьких Меривы. И далее мы читаем, между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. На самом деле, почему народ пребывает в ожидании? Когда человек входил во святая святых для кождения, специально к одеждам таких священников приделывали позвонки, чтобы по звону этих позвонков было понятно, что человек жив, он ходит, совершает какое-то действие, потому что была опасность, если человек поведет себя неправильно, Господь его умертвит. И мы знаем, как погибли дети Аарона, брата Моисеева, которые допустили внешне незначительную оплошность при совершении служения, при скине завета. Но, как я уже сказал, со своих избранных Бог спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. И когда мы читаем о гибели сыновей Аарона, мы понимаем, какой высокий духовный уровень был у них, потому что малейшее уклонение в сторону, и Господь посылает им смерть, как акт очищения, искупления, потому что Он хочет, чтобы они не имели на себе пятна собственного греха. И, скорее всего, когда Захарий беседовал с ангелом, он не двигался, и не было слышно звука этих позвонков. Между тем, народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. То есть, он сумел как-то знаками показать, что он видел что-то очень чудесное. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой, после сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась пять месяцев. Почему она таилась пять месяцев? Она не могла поверить, что такое может произойти, и в древние времена иудеи считали, что иногда надо скрывать беременность от злых людей, которые могут как бы сглазить ребенка, если есть угроза, что будет выкидыш, а пожилая женщина, которая зачала ребенка в старости своей, замоторевшая годами, она, конечно, могла опасаться всего такого. Она таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которой призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Имеется в виду поношение бесчатства, потому что в еврейском народе, если люди были даже праведны, благочестивы, но у них не было детей, считали, что у них какие-то тайные грехи, что их праведность внешняя это показная, напускная праведность, а они не нечестивцы, если у них нет детей. Это было серьезное поношение. И когда Елизавета рождает, а он исполнился в ее чреве, Духом Святым именно исполнился, конечно, это чудо, и мы празднуем Рождество Иоанна Крестителя, предтечи Господа Иисуса Христа, как чудесное событие, которое сопровождалось чудесами и знамениями. И давайте посмотрим, какие есть святотические взгляды на Иоанна Крестителя. Прежде всего мы обратим внимание на следующее. мы помним, что когда Дева Мария пришла в дом Елизаветы, а младенец еще находился в очреве матери, Иоанн Креститель, то он, уже исполненный Духа Святаго, взыграл от радости в Духе Святом. И святые отцы древности говорили, что Святой Претеча Господень просиял благодаря девяти особым знамениям. Первое знамение. Ведь ангел, который возвестил о Рождестве Господнем, возвестил и о Его рождении. Деве Марии было возвещено. Следующее. Он взыграл в очреве матери. Матерь Божия вознесла его над землею. Здесь мы не знаем деталей, подробностей, как это происходило. Рожденный он вернул речь отцу своим рождением. Иоанн первым установил крещение. Он указал на Христа. Он сам крестил Христа. Христос хвалил его превыше всех пророков. Иоанн сходит при исподней земли в ад и предрекает там пришествие Христова, что Христос сойдет в ад к ветхозаветным праведным и выведет их из этого места. Вот эти основные преимущества, девять преимуществ, благодаря которым сам Господь называет Иоанна пророком и больше, чем пророком. Златоуст так объясняет, почему Иоанн был назван больше, чем пророком. Златоуст пишет, это его комментарии на Евангелие от Матфея, пророческий дар от Бога у Яна Крестителя, но разве пророк дарует крещение Богу, спрашивает Златоуст, пророк пророчествует о Боге, но разве Бог пророчествует о пророке, было пророчество о том, что явится ангел Божий, глаз вопиющий в пустыне, который будет приуготовлять путь Господен. Все пророки предвозвещали о Христе, но никто не предвозвещал о них, продолжает Златоуст. Иоанн же не только пророчествовал о Христе, но и другие пророки предвозвещали об Иоанне. Златоуст продолжает, все пророки были носителями слова, он же был сам глаз, как о нем было сказано, глаз вопиющий в пустыне. И насколько глаз подобен слову, но не есть слово, настолько Иоанн близок ко Христу, но не есть Христос. Конец цитаты, это то, что Златоуст свидетельствует об Иоанне Крестители. Святитель Амброзий Медиаланский называет пять причин для прославления Иоанна Крестителя. Он настаивает на том, что Иоанн Креститель, предтеча, прославлен благодаря родителям, нраву, чудесам, дару и проповеди. И действительно, проповедь о Царстве Небесном, что оно приблизилось, начинает Иоанн Креститель. И когда Он замолкает, когда Его взяли в темницу, и Он был казнен, Христос как бы принимает эту эстафету и тоже проповедует о Царстве Божьем. Почти все притчи Иисуса Христа связаны с той темой, которую начал озвучивать Иоанн Креститель. Получается, что во всех смыслах Иоанн был предтечей Христа. Он первый рождается раньше Христа, он первый выходит на проповедь, первый начинает проповедовать о Царстве Божьем, эти теократические принципы, первый подвергается преследованию, первый умирает за свое исповедание, первый сходит в ад и там проповедует о Христе. То есть он настоящий предтеча, и как на берегу Иордана он проповедовал, что придет тот, у которого он не достоин, нагнувшись развязать ремень его обуви, так и сойдя в ад он проповедовал тоже. И когда Христос сходит в ад, он изводит из ада души, которые находились там. Конечно, может возникнуть схоластический вопрос, а почему Иоанн оказался в аде, если о нем сказано, было Архангелом Божьим, что он освящен Духом, исполнен Духом Святым. Похоже, единственная причина, по которой он сходит в ад, чтобы проповедовать там приближающееся схождение Христа в ад. И Христос без личной причины сходит в ад, потому что Господь наш безгрешен, с единственной целью облистать ад сиянием Божества и извести оттуда души, которые там находились. Иоанн Креститель – это особый Божий избранник, и о нем ангел Божий, архангел Гавриил засвидетельствовал Пресвятой Деве Марии. Это первая глава Евангелия от Луки, 36-37, стих. «Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И у Бога не осталось бессильным никакое слово, Иоанн рождается в этот мир, как предтеча Христа, как бы приветствуя рождение в этот мир Христа Спасителя. Теперь давайте обратим внимание на то, какие наименования существуют Иоанна Крестителя. Он называется пророком, он называется в притчах Иисуса Христа другом жениха. Он называется светочем, ангелом, гласом, Ильею, потому что он пришел в духе и силе пророка Ильи, крестителем Спасителя, предвестником суда Божия, ибо он сказал, что Христос отделит одних от других и нечестивых сожгет огнем неугасимым. И он действовал, как предтеча царя, который настаивал на достоинстве Христа, как царя царей словами, что и не достоин даже развязать ремень обуви его. Мы вспоминаем это Рождество, это исключительная ситуация, как и чествование Рождества Девы Марии, это связано с тем, что эти два угодника Божьих сподобились освящению от Духа Святаго еще до рождения. Я всех поздравляю с этим праздником Рождества Иоанна Претечи. У меня есть для этого еще и личное основание, потому что храм, в котором я служу, в честь Рождества Крестителя Спасова Иоанна. И завтрашний день будет служба праздничная, если у кого есть желание присоединиться к этому торжеству в нашем храме Рождества Крестителя Спаса Иоанна. Приходите и вместе отметим это событие. Друзья, чтобы вам вовремя получать беседы о приближающихся праздниках и вовремя узнавать о том, какая очередная беседа по книгам Священного Писания выходит на библейском портале Экзегет, подписывайтесь на библейский портал, очень важно, когда накануне праздников получаете какую-то информацию о празднике, когда исследование Писания не прерывается, а осуществляется со всяким постоянством. Как и сказано в книге Деяний Святых Апостолов о некоторых благочестивых мужах, эти были более благоразумны, и они каждый день собирались и смотрели по Писанию, точно ли это так. Спасибо всех, Христос. Крестителю Спасов Иоанне моли Христа Бога спастись душам нашим. С праздником! Христос.